Добрый день! Добрый! Как дела? Только не врите! Миша! Миша! А я слава Богу живой! Это слава Богу! Слава Богу! Сам удивляйся, пожалуйста! Есть такое ощущение, что... Есть люди, которые переживают сейчас трудное время, есть люди, которые переживают сейчас трудное время? Могу вам сказать почему? Ну не самое трудное. Не самое трудное, бывало и похуже, да? Но одна из причин может быть почему, когда человек пытается вырваться из тьмы в свет и ищет эту возможность и начинает идти по этому пути, враг тоже активизируется. Вы знаете, это я не знаю. Поэтому некоторые люди иногда даже говорят, лучше бы я не знал вообще христианство. Потому что когда ты начинаешь знать, тебе открывается истина, тебе открывается свет, ты начинаешь видеть вещи и ты понимаешь, что вот тогда, когда ты не видел, было спокойнее на самом деле. И есть в этом что-то, да? Но хотим мы того или не хотим, мы взрослеем, вырастаем. Это примерно такое же размышление обычно у детей бывает, да? Вот дети, когда они, да, в детстве у них проблем нет, у них все хорошо, о них заботятся, и их не проблемы, они кратковременные какие-то, да? Ушибся, упал, заболел, там, я не знаю, поссорился с друзьями, мама поругал, дойку получил, неважно, но все быстро проходит. Но когда мы взрослеем, мы начинаем ощущать другое, правильно или нет? Мы начинаем ощущать что-то здесь, что начинает на нас влиять. На кого влияет что-то, то, что находится между ушами? На кого влияет? На всех. На всех влияет. Поэтому на самом деле основная битва жизни человека, она проходит здесь. И поэтому у кого называют блаженными? У кого битва там не проходит, да? Есть определенные люди, которые, ну, вот так рождены, может быть, да, с какими-то отклонениями, да, и они могут быть всегда счастливыми, да, и им все равно вообще, что думают о них. И им интересуют какие-то маленькие вещи, и они могут делать, что хотят, правильно? И не ощущать за это ничего. С нами так не бывает, да? Или бывает тоже, да? Бывает. Не знаю, да. Ну, ладно. Я сегодня бы хотел немножко вот говорить о духовной битве, о духовном сражении, что это такое, как бы, да, и поговорить, наверное, о разных каких-то уровнях этого всего. Потому что есть вещи для взрослых христиан, и также хотелось бы, чтобы были вещи какие-то для тех, кто только начинает. Поэтому вот я думаю, что вы найдете какие-то ответы для себя здесь тоже. Первое, чтобы так вот вести, я не знаю, просто хотел вас немножко, может быть, как-то, что-то не всегда, чтобы одинаково было, мне приснился сон. Я вам уже рассказывал про свои сны, про чужие сны, я вам скажу, что я не живу в снах, не живу с нами, меня это не так сильно как-то волнует. Сны и сны. Бывают снятся, бывают нет. Но просто в этом сне он ничего не имеет общего, в принципе, какому-то там, какой-то духовности, что Бог там через это хочет сказать. Но просто я пережил определенные чувства, находясь в этом сне, и хотел бы просто вот этими чувствами с вами поделиться. Для того, чтобы, ну, вы поняли как. Потому что, ну, я, это на самом деле все очень просто. То есть приснилось мне что, что я попал, как будто я на войне. И вот вечер, и я в какой-то команде, меня как будто вот в этой команде ждали, и эти ребята, которые меня ждали, они уже давно воюют. И у них по плану вечером мы будем куда-то нападать, куда-то бежать. Причем война какая-то вот такая, ну, похожа вот когда русско-турецкая, видать, была, потому что почему-то враги были турки. Не знаю, да, вот такое вот во сне у меня такое было. Но просто вот смысл был такой, что вдруг я попадаю в эту ситуацию, и у меня такое осознание того, что вечером мне нужно будет идти в бой. С какой-то винтовкой там, я понимал, что мне придется там бегать, мне придется в кого-то стрелять, меня тоже будут стрелять. И мне, я вот, я испугался. То, что я пережил. Я нашел себя, что мне страшно, что мне хочется убежать от этого, что мне не хочется туда, как бы, кину, вот внутри. Я не говорю, что я туда не пойду, но вот это вот переживание, вот этой вот опасности, я не привык. Вот мы здесь живем, и мы не знаем, что это такое. Может быть, люди, которые воевали на войне, они знают, что это такое. Но я понял, что я не знаю, что это такое. Вот это чувство, с которым мне нужно смириться, что меня могут убить. Понимаете ли, вот это действительно такое было живое чувство, что, ну, я привык-то играться в жизни, да. Что мы тут все живем, и никакой вот этой вот опасности смертельной, она не возникает. Ты не живешь вот в этом состоянии. Но там мне пришлось это пережить. Вот во сне мне пришлось пережить. Я понимал, что я не сорвусь. Я понимал, что я трусом быть не хочу. Я понимал, что я дезертиром быть не хочу. И я видел, как эти люди, они тоже на меня рассчитывали, надеялись. Они были рады, что я как бы с ними. И вечером должно было начаться какое-то одно из сражений. То есть, было вот это понимание такое, что вот эта вот война, это нечто долгое такое. И состоит оно из определенных сражений. И вот знаете, как на войне они днем там живут, ходят, кушают там, а вечером начинаются перестрелки. Знаете, нет? Вот кто был там в Чечне, в Афганистане, часто рассказывали об этом. То, что у них там по определенному времени начинается вот это вот. И вот там точно так же было, да. Но вот то, что я хотел вам передать, это вот это чувство. чувство, которого у меня не было, которое я не переживал, что на самом деле, ну, все серьезно. И то, что вот мне нужно было с ним познакомиться с этим чувством, того, что я могу погибнуть. Не знаю, для чего это, да. Просто так вам рассказал. Но понимаю, что... Вы хотите видеть дела Божьи, движения Божьи вообще? Есть у кого-нибудь мечта такая или нет? Хоть один человек есть здесь? Понимаешь. Мы хотим пробуждения видеть. Вы знаете, что такое пробуждение, смысл пробуждения? Это, ну, как бы, когда Бог, да, ну, через людей, через своих, ну, там, вот это вот, когда апостолы в день Пятидесятницы крестили Святым Духом, да. Вот оно пробуждение. Когда вот они начали проповедовать, все зашумело, люди начали каяться, начали совершаться чудеса. Сами апостолы начали делать чудеса. Да, вот оно пробуждение, движение Божье, другими словами. Да, мощное движение Божье. И мы в прошлый раз с вами изучали вот это пробуждение в Ефисе, вот это, помните, нет? Когда Павел находит эту группу учеников, которых он учит, и написано вот, что он взял этих 12 учеников, их было около 12, да, тоже, он их берет, отделяет от других и начинает учить там в каком-то училище. И написано, что вся Асия услышала Слово Божье, да. Вся там местность, вся страна на протяжении вот этих двух лет, когда Павел проповедовал, все услышали Слово Божье. И там написано, что руками Павла совершались исцеления, знамения, бесы выходили, там, помните, да, эти книги сожгли на 10 тысяч динариев, потом бунт был и так далее. Вот оно, пробуждение, вот оно движение Божье, когда действительно группа людей, которые, вот, ну, да, в виде взрослого Павла там, да, то есть было откровение, помните? И было вот эти две составляющие, то есть что было залогом вот этого пробуждения. То есть был Павел, который мог учить, который уже был на уровне вот этого духовного, да, источника, из которого лились эти откровения. Но Павлу необходимы были ученики вот эти, необходимы были вот эта группа людей, которые хотели этого, жаждали этого, да. И тогда вот, когда вот эти две вещи, они соединились и на протяжении одного времени работали, и вот это все стало происходить. Бог начал там просто двигаться в этом всем, и вся та местность была, как бы, вот, ну, атакована Царством Божьим. То есть территория была завоевана, или начала быть, как бы, да, битва там началась. Но вы знаете, я просто вам, когда это читал, там все так, как бы, было все хорошо и интересно все, да, но я вам хотел бы прочитать, как Павел пишет об этом пробуждении Коринфянам. Давайте откроем второе Коринфянам. Что это такое, на самом деле, да, то есть мы иногда не понимаем, что это такое, да, мы думаем, что вот оно так, хохотушки, веселушки, слава Богу, аллилуйя, и все так, ну, как бы, легко, и Бог двигается, слово проповедуется, и там вот не было это описано. Но Павел, он описывает, что они ощущали в Ефисе. Второе Коринфянам? Сейчас я его найду. Первая глава, восьмой стих. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами Васией, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилой, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. При содействии вашей молитвы за нас. Ну, дальше не будем читать. То есть, понимаете, что там было-то вообще, да? Там была очень жесткая духовная битва, там было очень, ну, мощное сражение, и все, что там Павел делал, это было не так легко делать. И вот, ну, как бы, я верю, что Бог мне на сердце положил, вот это так, ну, если мы можем в это поверить, что, как бы, вот, ну, готовить тоже, да, кого-то и самого себя в первую очередь, да, что на самом деле мы участвуем, может быть, или можем принимать участие в нечто большем, чем просто вот, ну, обычная жизнь, что есть на самом деле духовные битвы, духовные войны. Мы сейчас не будем разбираться там со всякими бесами там, да, и вот, ну, всякими, представлять это какими-то нашими картинами, но смысл такой, что каждый из нас, вот я почему начал с этой вот борьбы, войны, каждый из нас в первую очередь, ну, как бы, вот, воюет здесь, воюет в своем сознании, воюет против чего? против похотей, против желаний, против просто плотского сознания, против плотского мышления. Это и есть, в принципе, духовная война. Это и есть, в принципе, то, что, ну, происходит на самом деле. То есть, давайте мы еще раз прочитаем Ефесянам. Сейчас я... Давайте, ладно, Ефесянам 6 глава. С 11 стиха, 6 глава. «Облекитесь во всеоружии Божьи, чтобы вам можно было, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира, правителей, тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных. Посему для всего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой и все, преодолев, устоять». Понимаете, то есть, вот, в принципе, наша война, наша битва, вот против духов, да, против того, что восстает. И я понимаю сейчас, не все могут начать воевать за царство Божье, за других людей, за атмосферу, но первое то, что мы учимся делать, это хотя бы начинаем воевать за себя, воевать за свой разум, да, потому что наша брань не против крови и плоти, да, но против начальств, против властей, против мира, правителей, тьмы, века сего против духа злобы поднебесных. Знаете, это не картинки из интернета, вот эти вот с рогами, с клыками и так далее. Это дух, понимаете, это духи, это состояние, в котором мы находимся. Это то, против чего, это действительно вот тот враг, который, он очень хитрый, очень коварный, очень сильный на самом деле. Против этого воевать очень трудно. Если у тебя не будет чего-то, с чем против этого воевать, то воевать будет бессмысленно. Ты просто будешь рабом этого. Ты просто будешь рабом плотских похотей, плотских желаний и плотского образа жизни, плотского образа мышления в первую очередь. Поэтому я понимаю, говорю, почему я начал с того, что, ну, кто из вас переживает трудное время? Вот это и есть, понимаете, задача врага, вот, нас заставить погрузить нас вот в это трудное время, начать атаковать нас вот этими мыслями негативными, да, мыслями, может быть, сдаться, проиграть просто и так далее, да, не приближаться к свету, не приближаться к Богу и так далее. Потому что тут написано, для всего примите всеоружие Божьего, вы могли противостать в день злой. Понимаете, то есть в жизни есть вот эти моменты, когда есть злой день. И иногда это просто действительно день, который нужно пережить. Это именно вот эта вот война, вот эта вот война здесь, которую тебе нужно просто преодолеть сегодня, и завтра ты уже, может быть, почувствуешь какую-то победу, облегчение или еще что-то. И, может быть, сразу все не почувствуешь, но мы должны научиться воевать и должны в первую очередь определить врага. Определить врага. И вы знаете, кто самый главный враг? Это не дьявол. Это мы, это наша плоть, это наше плотское мышление. Это действительно, вот в этом и заключается самый главный враг. И я вам сегодня вот дам эту иллюстрацию. Давайте мы откроем Римлянам 8 главу. Что такое наш враг? Где он сидит? Римлянам 8 глава 5 стих. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Не буду вам там читать, и 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Вот наша основная борьба в нашей жизни. Понимаете? Потому что на самом деле плотские помышления – суть вражда против Бога. И мы не должники плоти. Скажите аминь. Скажите, мы не должники плоти. Мы не должники плоти. Поэтому действительно мы не должники плоти. И Павел нам это говорит, мы не должники. Понимаете? Но мы живем иногда как должники. Живем как рабы. Живем в проигравшем состоянии. Мы позволяем свой разум, свои помышления подчинить плоти, подчинить плотским похотям, подчинить плотским помышлениям и оказывать на нас влияние. И держать нас просто вот в минусе, в минусе этой жизни, просто в минусе твоего сознания. То есть, да, Библия нам говорит, вы дети Божьи, Библия нам говорит, вы победители, вы свет миру, вы соль земли, и Иисус все сделал, но мы не знаем, как этим пользоваться. Мы из-за того, что часто позволяем себе верить в то, что мы должники плоти, из-за того, что у нас нету сил, из-за того, что мы не понимаем, как из этого выбраться, как применить это оружие, да, как применить оружие в виде крови Христа, в виде вот крещения Духом, да, мы не можем ничего сделать. Очень хороший прообраз существует в Ветхом Завете, вот именно вот этого противостояния. Знаете, что это за противостояние? Это народ Божий и филистимляне. Знаете, филистимляне, да, были такие люди, которые, которые только, ну, на самом деле они, когда народ Божий был силен, они ничего не могли сделать. Они евреи побеждали, да, но как только они ослаблялись, начинали жить, все, те сразу тут, тут, как тут. И те приходили просто с одним желанием, знаете, они не приходили убить евреев. Им не нужно было убивать всех евреев. Им нужно было просто, чтобы евреи были ихними рабами. Понимаете, помните, когда Давид сражается с Голиафом, они выходят, вернее, вот этот Голиаф, он выходит 40 дней и просто унижает войско. Саула и его отряды, да, говорят, что вы рабы Саула, вы там вообще, давайте выведите кого-нибудь, и мы с ним сродимся. И если он победит, то мы будем вашими рабами. А если мы победим, вы будете нашими рабами. Вот желание филистимлян. И мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Что такое филистимляне? Филистимляне – это суть плотские помышления, это суть вражда против Бога. Это на самом деле то, что хочет занять нашу территорию с вами. Это относится и к территории здесь, и к территории вокруг тоже. То, что если мы не научимся жить сами в победе, то мы и другим победу передать не сможем. Мы распространить Евангелие не сможем. Знаете, поэтому вот сейчас смотришь на такое время в христианстве, что христианство не может влиять на мир. Ты смотришь в церкви, и у них действительно максимум, что у них получается, это просто собираться, продолжать чуть-чуть петь, размышлять немного. Они там живут как-то. То есть, как евреи, когда они находились под рабством филистимлян. То есть, когда ты голову поднять не можешь, у тебя нет оружия. И там действительно очень вот интересный вот этот вот момент существует. Именно вот почему. И почему, и кто должен побеждать. И как побеждать. Кто побеждал все время филистимлян, вы знаете или нет? Знаете, кто побеждал все время филистимлян? Давид. И Давид всегда побеждал филистимлян. Всегда. Давид не мог иногда победить свой грех, но филистимлян он побеждал всегда. И поэтому Бог говорит, что нашел я мужа по сердцу своему, который будет победителем, который сможет вот именно так жить. То есть, другими словами, Давид, это как раз вот этот вот прообраз жизни в духе, жизни по духу. Это прообраз Иисуса Христа. Это прообраз истинной церкви Иисуса Христа, которая должна побеждать плотские помышления, которая должна над ними превосходствовать, которая должна их подчинять. И понимаете, он не уничтожил всех филистимлян. То есть, наша жизнь на этой земле, она не заключается в том, чтобы нам вот однажды победить, и все, и мы победители. Нет. Понимаете, нет. Понимаете, периодически, то он на них нападал, ослаблял их там все время, то они на него нападали, но он их всегда побеждал. Аминь. Поэтому Христос, это наш путь, это наша надежда, это смысл, это то, что мы должны взять как оружие. Помните, я вам сказал тоже, да, прообраз, что такое Христос? Что Христос, это совершенное оружие, совершенное оружие света, совершенное оружие любви для того, чтобы завоевывать территории и подчинять их Богу. Завоевывать в первую очередь вот эти территории, что наша брань не против плоти и крови, но против вот этих духов злобы поднебесной, против того, что держит этих людей. И Павел, вот я не нашел этот стих, где Павел говорит, что оружие, они же не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь духовных. Ими мы не спровергаем всякое превозношение, которое восстает против познания Христа. Аминь. И вот это и есть Бог, вот это и есть Иисус Христос, это и есть наша война, против чего мы должны противостать. Понимаете, наша проблема не то, что мы вынуждены терпеть в этой жизни, да, тут работа сложная, какие-то трудности на нас навалились и так далее. Наша война здесь. Другими словами, можно сказать, за позитивный образ мышления. Понимаете, потому что Бог у нас создал, ну, иметь позитивный образ мышления, иметь свет в разуме, иметь истину внутри себя, для того, чтобы вот просто жить хорошо. Правильно или нет? Мы же все знаем, что счастливый человек это не тот, кто имеет много денег. Правильно или нет? Не тот, кто имеет много имущества или чего-то еще. А счастливый человек – это тот, кто действительно счастливый, кто просто чувствует себя счастливым, тот, кто чувствует победу в своей жизни, тот, кто и видит смысл в своей жизни, тот, кто видит плоды в своей жизни, тот, кто может наслаждаться плодами, тот, кто может вкушать вот этой земле обетованной. Помните его, да? Это те же прообразы. То, что Бог на самом деле не спас нас для того, чтобы привести нас в пустыню. Понимаете или нет? Не спас нас для того, чтобы мы вот, ну, просто вот спасались с такими лицами, и просто вот я спасен, и все, слава Богу, а как дела? Ну, никак. На самом деле Бог хочет, чтобы мы были победителями. И, ну, бывают разные времена. Знаете, как вот, ну, бывает, что такое время, что, ну, не время вроде там подниматься церкви, как будто, да, что Бог не говорит, да, то есть мы видим, что перед тем, как Христос пришел на землю, там написано, 400 лет Бог молчал, да, то есть, как бы, вот, по-моему, 400, от пророка последнего Малахии до рождения Христа прошло около 400 лет. И куда попали, помните, народ Божий? Опять какое-то рабство. Пришли римляне, которые подчинили их себе, да, и вот народ, он не понимал, что, как, искали Бога. И пришел Христос. И начал учить, и была группа людей, которые приняли, что Он Христос. Правильно или нет? Не все приняли, не все уверовали, но были, которые приняли, было, которым было это открыто. И даже они в конце, один из учеников спросил, а когда царство восстановишь? Да, когда царство восстановишь, то есть, видно, что они тоже не до конца понимали вот эту суть прихода Христа. Они тоже, вот, ну, ждали вот этой революции, что вот сейчас придет этот Давид, да, как тогда Давид пришел, он возглавит Божий народ, и он просто будет побеждать этих врагов опять. Но Христос пришел открыть глаза, что наша битва, она духовная. Что на самом деле поле боя – это весь мир. Это не просто вот битва за Израиль, за эту небольшую территорию, а это битва просто за весь мир. И Христос пришел именно с той целью, чтобы себя посеять, посеять себя, как семя, которое должно вот заквасить всю землю. Помните эту притчу о женщине, про Царство Божие, что Царство Божие, оно подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, пока не скисло все. Это то, что пришел сделать Христос – положить себя, посеять себя, для того, чтобы однажды вот вся земля, она просто, ну, могла вздохнуть. Потому что вот Павел Апостол однажды в духе произнес, что вся тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих. И это то, что вот сейчас, во всяком случае, я этим дышу. Это то, что подняло меня, это то откровение, которое вот живет во мне, то, что я чувствую, что я должен говорить, то, что меня самого вдохновляет, поэтому я хочу, чтобы, ну, мы, может быть, еще кто-то загорится, поддержит там и так далее. Потому что, ну, на самом деле решение принимаем мы – верить или не верить. И вы знаете, ну, вот когда приходит война, ты не выбираешь. Война, она просто приходит, и все. Война, она просто и есть. И мы просто выросли и повзрослели. И теперь уже просто за нами выбор, понимаете? Теперь вот, ну, когда мы об этом все знаем, да, мы взрослые, мы будем выбирать. Быть нам трусами, быть нам просто дезертирами какими-то, сидеть там, отсиживаться, чего-то ждать, или еще что-то делать, или все-таки задуматься о том, что, ну, нужно вооружиться. Нужно не только вооружиться. Вы знаете, Бог у нас самое главное оружие, я вам должен сказать. Знаете, в чем наше самое главное оружие? Команда. Команда. Церковь, группа людей, потому что один в поле не воин, один в поле не воин. Поэтому даже Христос, он не мог повлиять на целый мир для того, чтобы, вот, ну, сделать ту работу. Поэтому он весь вложился в своих учеников. Он сделал вот этот вот посев, он заплатил, он это сделал. Помните, пришли Елены как-то на праздник, и пришли к Андрею, по-моему, и сказали, «Покажи нам Христа, познакомь нас с Христом». И те пришли к Христу и говорят, тут хотят с тобой познакомиться. И Христос сказал, «Настало время семени умереть». То есть он понял, что вот, ну, начинается, люди хотят знать, людям это нужно, но он уже понимает, что он уже им это не даст. Уже будут давать его ученики. Дальше будет работать его команда. И вот смысл этой команды как раз и заключается в том, что это команда. Одного можно убить, двоих можно убить. И вы помните, когда это все началось, это пробуждение Иакова, одного из трех любимых учеников, его убили первого. Просто взяли, схватили, отрубили голову и все. И мы понимаем, что вот, ну, она, реальность такая. Понимаете, вот реальность, она такая, что могут убить. Может, может что-то произойти. Я сейчас вам говорю не про физическую смерть. Хотя есть регионы, где христиане до сих пор отдают свои жизни за проповедь Евангелия. Но просто я говорю о серьезном отношении, да, в котором мы с вами, ну, должны это все оценить. Поэтому, ну, но сила наша в единстве. Сила наша вот в этой команде. И я вот хочу вот дальше на этих примерах, про которые я вам говорил еще и раньше. И как бы вот сейчас хочу продолжить говорить. Помните, вот Саул, Давид. Помните, я говорил, Иоанн Креститель, Христос. И я вот, да, как бы Бог мне так повел, или я так увидел, что это взаимосвязанные такие переходы. И как раз суть мы получаем именно на сравнении двух вот этих моментов. Именно одна модель и есть отличительные черты другой модели. И вот эти отличительные черты, они как раз и заключаются, вот, и приносят результат. Понимаете, приносят смысл. Почему? Потому что, вспомните, Саул, на самом деле, он тоже побеждал филистимлян. Знаете это или нет? Саул в своем начале, он побеждал филистимлян. Но я вот не углубился, я не посмотрел. То ли один раз, то ли два раза он их побеждал. И было время, когда он их побеждал. Но потом мы видим, что он не смог их победить. Все, они там на него... Они вот так, написанная его смерть была очень такая, ну, страшная. Его и всего изранили. Детей убили на его глазах уже, да. Народ воевал, уже видно было, что сражение проиграно. А Саула вот они там били, кололи и не могли убить. Не могли убить. И, ну, почему? Опять же, да, потому что это прообразы духовные. Потому что, ну, вот до конца Саул не может пасть. Да, он потому что помазанник, он потому что царь. И он, как бы, наследие Божье. И, как бы, вот он не может от них поднимать. И тогда, помните, Саул, он падает на свой меч. Он падает на свой меч. И написано, вот в одном месте написано, умирает. Но потом мы видим такое продолжение, что Саул на самом деле не умер. Что проходил по воле человек, и Саул лежал там уже, как бы, и попросил этого человека, говорит, Моя, это, душа еще во мне, добей меня. И тот, как бы, добил. То есть, здесь есть такие духовные символы, что вот мы все-таки, как бы, да, мы, может быть, да, не ошибались. То есть, вот, да, мы видим, что Саул, он допустил определенные ошибки. И Бог сказал, что все, я отошел от тебя, я буду с Давидом, и царство твое будет забрано от тебя. Но также видим, что так как Бог не позволяет Саулу умереть самоубийством, мы можем сделать вывод, что Саул идет на небо, что Саул, он помазанник, и он спасается. Но про таких написано в Библии, и Павел пишет, как бы из огня, да, как бы из огня, как головешка из огня, да. И вот, и вот понимаете, почему я про это говорю, что опять же, да, что я сравниваю? Я сравниваю царство Саула и царство Давида. Я сравниваю церковь плотскую и церковь духовную. И вот, понимаете, вот плотская церковь, она всегда будет терпеть вот это поражение. Она может быть в раннем этапе своего становления, может произвести какие-то победы, кого-то что-то победить, да. Как закон он тоже может сделать какие-то моменты на время очистить человека, да, правила, определения там и так далее. Но если церковь не переходит, вот этот переход в Давида, как система, как группа людей, как община, то ее итог будет вот такой, что она все равно будет в поражении от вот этих, от кого. Включаем, да, как бы вот это определение от плотских мыслей. От плотских мыслей, от плотских, от плотского мышления просто. Не то, что вот только похоть плоти, ну, что такое, да, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И могут быть разные вещи. И мы видим, на самом деле, что у Саула, у него не был плотской вот грех, я имею ввиду, да, у него не было прелюбодеяния, у него было каких-то таких мыслей, но у него видно было, что у него была любовь к деньгам, любовь к власти, и он не смог с этими вещами расстаться. И поэтому Бог, ну, показывает, что ты не будешь вот этим прообразом церкви. Ты не будешь Давидом, ты не будешь победителем. И Бог ставит Давида. И вот там еще есть такие моменты, когда описывается вот это царство Саула. Написано, что меч, в то время у филистимлян были железные мечи. Они им были там кузнецы, они ковали оружие, им был вот металл открытый. И поэтому они были очень сильные и очень злые. И, ну, написано, что меч был вот во времена Саула, мечи железные, был только у Саула и его сына, Иоаннафана. Это тоже прообразы, это тоже символы, это тоже символ построения церкви, построения общины. Когда есть пастор, есть епископ, есть один помазанный, у которого есть здоровый меч, мощный, красивые доспехи, который сам действительно серьезный воин, но его народ не вооружен, его народ не умеет сражаться. Его народ вооружен мотыгами, лопатами, кольями и всем, что по другу попадется. Понимаете или нет? Поэтому они проиграли. Поэтому они проигрывают, поэтому они не могут побеждать, поэтому они для филистимлян не являются вот этими конкурентами, чтобы их победить. Это опять же, да, мы можем, понимаете, я пытаюсь, чтобы вы не только о филистимлянах думали, чтобы вы понимали, что нам нужно вооружение здесь, понимаете, что нам нужно что-то. А что такое меч в Библии? Слово Божье. Мень. Мень – это Слово Божье. То есть мы другими словами видим такой же прообраз Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель написано «крестил в Яноне». Другими словами Иоанн Креститель крестил сам. Что такое крестить? Крестить – это, в принципе, проповедовать. Это погружать людей в Слово, в первую очередь. Это то, что делал Иоанн Креститель. Дело не в воде, дело в Слове. Помните, мы это изучали? Иоанн Креститель, он проповедовал, его проповедь была сильная, помазанная, но делал все он. Понимаете? Меч был только у него, точно так же, как у Саву. Теперь мы, если мы прочитаем, найдите про Христа, где написано, что Христос крестил в другом месте во время того, как он крестил в Яноне. И написано, но Христос не крестил, крестили его ученики. Аминь? Это очень мощные прообразы, это очень мощный смысл для построения церкви, для осознания церкви, для осознания себя в церкви. И мы видим, что Христос что делает? Он посылает вот этих учеников, которые еще ничего не понимают, только ходят там с ним, слушают, чутят его пробовать, а Христос что делает? Посылает их к нам проповедь. Идите, проповедуйте, идите, исцеляйте. Даю вам власть, даю вам силу. И мы понимаем, что ученики не проповедовали, как Христос. Они даже не проповедовали, как Иоанн Креститель. Правильно или нет? Они не знают, там, наверное, много ошибок допускали. Но они это делали, они тренировались. Он их посылал, и он опять же посылает, как их? Подвое. Подвое. О чем это говорит? Сила в команде. Сила в том, что мы не одни воюем, понимаете? Поэтому некоторые ребята, вы в центре живете, просто вам совет. То, что иногда хочется вырваться из этого, как будто это контроль какой-то. Но это на самом деле единственная помощь, которая вам нужна. Что мы вместе, мы способны противостать. Сегодня один морочит голову, другой его ободряет. Завтра другой морочит голову, его первый ободряет. Или один ободряет двоих, или троих, и так далее. Но мы общаемся. Понимаете? Трое одного. Или трое одного, да. Поэтому на самом деле наша задача это просто укрепляться, становиться сильнее и побеждать. Побеждать, побеждать этих филистимлян, побеждать, завоевывать эти территории. Понимать, что на самом деле, ну, если мы не повоюем, если мы не употребим эти усилия, не наберемся этой смелости, да, не противостанем. То, что написано, противостаньте, дьявол, и убежит от вас. Просто противостаньте. Иногда для того, чтобы противостать, нужно собраться. Нужно вот, ну, что-то, какой-то мотив. Понимаете или нет? Потому что потом все, вот, все оно как ком. Не проблема, что ты, ну, как бы, проблема не в том, что там только наркотики, алкоголь. Все начинается здесь. Вся битва начинается здесь. Поэтому, когда мы уже взрослые, когда мы возрастаем, нам нужно понимать, что нам нужно воевать. Понимаете, поэтому я вот чуть-чуть этот сон вам рассказал, потому что, ну, как мне не хотелось идти вот в этот бой, да, и понимать, что мне придется там рисковать, и не знаю, что со мной произойдет, но я понимал, что надо, никуда не денешься, война, все. И на самом деле, вот, вы тоже должны это понять. Идет война. Идет война за вас. Идет война за других. Идет война за территорию. И все. Иисус же сказал, Он говорит, не мир пришел Я принести на землю, но меч, но разделение. И поэтому, ну, кто вот сможет это принять, кто сможет действительно вот найти в себе вот эти вот силы, найти в себе вот это желание действительно быть воином Иисуса Христа, быть воином света, быть в этом свете, то Бог обещает нам победу. Обещает нам победу. Понимаете? Он говорит, вы победите. Поэтому, ну, действительно, ну, никто не умрет. И мы смотрим в Давид, вот он участвовал, он был главнокомандующий, и он даже ранен там никогда не был. Может быть, был, но не написано. Все его основные люди, они все выжили. Вы знаете, чем вот, да, мы переходим вот из этих символов, да, сейчас мы посмотрели на крестителя и Христа, и сейчас опять в Давида и Саула, то есть, вот, Саул, он был один с мечом, и его сын, тот, кто ему помогал, а Давид, у него, знаете, кто был, в чем была сила царства Давида? В сильных Давидов. Читайте, вам домашнее задание. Третье, четвертое царств. Тридцать семь, по-моему, человек было. Или тридцать восемь, ну, неважно, да, вот эти тридцать человек сильные Давидовы, о которых идет перечисление, и там были даже сильнее Давида люди. Потому что даже однажды Давид сказал то, что, ну, вот эти сыновья Саруи, они сильнее меня, я что могу им сказать, они что-то убили одного. Ну, ну, это дело не сейчас будем рассматривать. Но ихнии подвиги описаны, там, этот убил тысячу, этот убил двоих огромных, этот убил еще кого-то, то есть, они были воинами. И это говорится о войнах духовных, это то, что это были лидеры, это была сильная команда. И даже был такой момент в царстве Давида, когда Давид теряет царство, знаете или нет? Когда его сын восстает против него, и многие его поддержали, и армия сына была намного сильнее. Но написано, сильные Давидовы ушли с Давидом, они покидают этот город, и потом даже Давид сам не сражается, они отвоевывают это царство Давида, и возвращают ему это царство. Понимаете, то есть, вот в чем, как бы, сила команды, вот в чем сила единства. И все, понимаете, что это есть церковь, это есть тайна церкви. Когда, вот, ну, Иисус сказал, где двое или трое во имя Мое, там, Я посреди них. Понимаете, Иисус нам сказал, что Он, на самом деле, победил дьявола. Все, это уже печать поставлена. Он победитель, Он нигде не проиграл, Он не отдал этих территорий внутри себя, Он не подчинил своему мышлению, этому плотскому мышлению, Он противостал против этого, и довел дело до конца, и показал нам пример. И мы по отдельности не можем пройти его путь. По отдельности то же самое сделать мы не сможем. Но как тело, как команда, как церковь мы можем. Понимаете, и Он для этого все сделал. Он для этого вот тоже, да, у Иисуса была команда, правильно? То есть мы видим, как служит Иоанн Креститель, да, у Него тоже есть ученики, но служит Он, но их никто не видит, не знает учеников Христовых, мы все знаем. Правильно или нет? Мы знаем Его команду. И они стали им после того, как Он ушел. И вот это вот обращение, то, что Иисус говорит, «Вы свет миру». Понимаете, я вот тоже могу вам сказать, «Вы свет миру». И ты вот смотришь на меня и можешь сказать, «Я?» Не ты. Вы. Вот когда вместе, «Вы». Вы. Потому что вот именно когда вместе. И сила только в этом. Поэтому вот сила, она вот в этом вот единстве. Он и сказал, «Вы свет миру». Он сказал, «Я свет миру» про себя. Он говорит, «Я свет миру» и «Вы свет миру». Другими словами, если мы убираем свет миру, Он сказал, «Вы» — это «Я». «Я» — это «Вы». «Вы во мне», «Я в вас». Это то, о чем Он говорит. И «Вы свет» на самом деле. И когда мы свет, когда мы свет, мы побеждаем тьму. Вы понимаете, что свету ничего не нужно делать, чтобы побежать тьму? Делать ничего не нужно свету. Ему нужно просто быть. Просто, да, выключаем свет, включаем свет, тьма побеждена. Правильно или нет? Тьма не может влиять на свет. Тьма не может влиять на свет. Свет всегда влияет на тьму. Тьма не может, вы понимаете, она не может. Вот там был свет, включилась тьма. Она не может повлиять на свет. на свет не может она у нее нет этой силы нет этой власти и мы точно так же все что нам нужно в принципе делать это просто быть вместе вот в этом вся сила все просто на самом деле не нужно вот да я сейчас вам там про духовную войну да и так далее то что мы воюем но по большому счету ты все победишь если будешь продолжать быть вместе вы знаете вот но в другом месте написано дьявол как рыбающий лев ходит ища кого поглотить знаете такое определение петр дает это 1 петра 58 я не так давно смотрел видео ролик типа animal planet там найти вот про животных ему что даже на ю тубе как-то выскочил где буйволы да вот эти вот большие такие быки у них там маленький куча рыбов они пытаются вот маленький чуть отстал там и они пытаются на него напасть они вот там снова забивают он встает но шкура толстая там да и и вот эти вот мощные буйволы они они оглядываются и начинают бежать на этих львов и львы и львы разбегаются и вот действительно вот это вот сражение она проходила там достаточно какое-то время но знаете вот буйволы побеждают то есть они все равно этого маленького отвоевали они отогнали этих львов этого маленького в центр там загнали и и пошли своим стадом все вы бессильны понимаете понимаете в чем сила потому что вот и дьявол тоже он как бы да вот это плотское мышление но ходит как бы по кругу она всегда готова атаковать она тех кто когда ты с краю когда ты ослаб когда ты отбиваешься вот от этого до единства от коллектива от этой общей цели на тебя это нападает и твоя задача просто иметь это общение потому что давайте откроем 5 1 и иоанна послание вот секрет победы на самом деле он достаточно простой давайте ты не сидишь и не воюешь ты не сидишь и не вот один там него не победишь ты ничего вот так тебя просто эти филистимляне они они как они отступят их количество никогда не закончится у них в оружие хватит вот я не как вот на этого саула него как били как били пили ранили 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 все и догнали его до такого состояния просто это значит как бы в духовном состоянии когда такую филистимляне когда ты человек божий когда ты христианин когда ты уже знаешь кто ты и дьявол знает кто ты и ты уже никогда не будешь дьяволу принадлежать и ты в принципе спасен и спасешься но что может произойти просто вот тебя это будет сбить бить 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 уничтожать и так далее и он не успокоится и в итоге тебе захочется что сделать как саул понимаете лишь бы просто перестать существовать просто уснуть уже навсегда и не проснуться и я не говорю про прям про физическое это состояние просто есть люди которые так живут которым жизнь не жизнь и не радостно и не тут не получается не тут не получается уже загнал себя в такие моменты из которых даже не видишь как можно выбраться понимаете или нет о чем это говорит вот это вот поражение перед филистимлянами когда ты вот не находишься там где ты должен находиться когда ты не в той системе не не в том месте когда нет общения да когда не та модель немножко которая не работает то мы обречены на поражение обречены 1 и она 1 глава 7 стих если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха аминь еще раз читать если же ходим во свете подобно как пол more свете то имеем общение его друг с другом вот это и есть то есть хождения во свете это и есть общение с бурцом просто общение с друг другу потому что ну мы если мы ходим вать не мы не сможем иметь общение друг с другом если мы можем иметь любую зinter 버цом значит мы ходим по связи на что у нас здесь надежда значит у нас есть это охрана и лукавый не может прикоснуться Лукавый не может забрать, да, может быть он там как-то атакует, нападает Но вот это вот единство, оно, это тайна Божья для его народа Понимаете, что Иисус пришел открыть вот эту тайну Вы понимаете, что эта тайна, она вот просто даже просматривается по самой сути жизни людей Почему же люди вот живут в городах? Не живут там один себе избушку в лесу сделал и живешь И все вот так вот рассеялись Люди живут в городах, потому что в этом есть сила, в этом есть сотрудничество В этом есть комфорт, в этом есть общение И все остальные вещи, мы созданы так Мы созданы, потому что изначально в нас это заложено Потому что Бог нас так сотворил, чтобы мы были телом, мы были церковью И, ну, поэтому вот для кого-то может быть это откровение Кто-то это знал, нужно просто обновление, но суть она в этом Понимаете, как бы нам ни казалось, что бы мир нам там не говорил Что бы нам по телевидению не говорили Там частная собственность и ценность и мудрость этого мира и так далее И успех и так далее Понимаете, нет, смысла нет, если ты будешь один И тебе даже вот не с кем делиться, не с кем радоваться и так далее Потому что нам Библия говорит, что блаженнее давать, нежели получать Блаженнее давать Но мы даже до этого дойти не можем, потому что мы еще ничего не накопили И нам давать нечего И тогда мы, конечно, нам бы хотя бы получать просто Но нам нужно дойти Но если мы станем вместе, да, как бы, да, и сможем усилиться То мы сможем что-то накопить для того, чтобы что-то давать И тогда мы познаем это вот, ну, более совершенное блаженство Которое намного лучше, чем получать Когда уже у нас будет что давать Правильно или нет? Потому что для того, чтобы давать, надо было, чтобы что давать Вот, поэтому Саул сам с мечом давит с командой И Давид еще там меч в гляпу себе берет Тоже интересный символ, посмотрите Не знаю, может быть, будет кому-то откровение, что это такое Что это значит, как бы, в духовной жизни Но смысл в том, что Давид прообраз Христа И он всегда побеждал филистимлянтов Все, помышления плотские он побеждал И все, чем мы можем побеждать Помышления плотские, это Духом Бога Это помышлениями духовными Это жизнью в Духе Это когда мы сможем выйти вот на это состояние Подчинить, но подчинить, не заставить себя А кротость Знаете, вот я в центре ребят чуть-чуть учил, что такое кротость Помните или нет, что такое кротость Потому что написано, кроткий наследует землю И я раньше думал, что кроткий наследует землю Это, знаете, вот кроткие, они сядут на стул И им потом придут, скажут Вы обладатели наследства, примите, пожалуйста, наследство Вот я думал, это так действует Изучая Библию, я видел, что это действует совсем по-другому Кроткие они пойдут, это воины, кроткие Воины управляемые Да, воины направляемые Воины дисциплинированные Воины бесстрашные Воины, ну вот, действительно В полном смысле этого слова Опытные Которые как бы не размениваются Вот знаете, вот в том-то и дело, что По плоти кротким быть очень трудно Потому что, да, мы вот Иногда люди спорят между собой И старший какому-то младшему что-то говорит Младший мя-мя-мя С ним спорит И ему старший Ты не кроткий И все И вот, а то ты не кроткий А там не кроткий и не старший, и не младший Вот, поэтому Иногда люди пытаются Вот ты должен быть кротким Потому что это христианская добродетель И так далее Но крутость настоящая Она приходит как бы от Духа в первую очередь Ну, в принципе, от осознания Что Как бы Ну, нет смысла вот здесь терять Какие-то нервы Что-то доказывать Кому-то показывать Там и так далее То есть она приходит от познания истины Когда ты действительно видишь важные вещи И тебе нет смысла С кем-то за что-то ругаться С кем-то что-то спорить Потому что, ну, ты понимаешь Что По-разному может быть ситуация, да Человек как-то не так тебя понял, да Кто-то на тебя может быть Спустил полканов каких-то, да А ты просто взял и не отреагировал Но ты реагируешь не из-за слабости И не из-за того, что Я должен быть кротким Мне так обидно, но я должен быть кротким А просто реагируешь Вот с оценки позиций Другого уровня мышления Ты просто видишь, что Ну, человек что-то вот Ну, не сдержанно там Закипел Ты сам когда-то так тоже делал И поэтому тебе легко реагировать На эту глупость Которая может быть как-то Несправедливо в твой адрес Там была Пущена, сказана Там и так далее И ты просто вот Ну, в другом виде не видишь Эту картину И ты просто не реагируешь И люди удивляют Вот это кротость Они скажут, да Вот это Мы вроде на него как бы наезжали А он А он такой кроткий Такой смиренный, да И Иисус тоже Он говорит Придите ко мне Научитесь от меня Ибо я кроток и смирен сердцу То есть он понимает Что, ну, вот Это по отношению к Богу То есть в чем заключается Кротость Кротость вот укращенных, да Лошадей укращают, да Еще кого Для чего их укращают Для того, чтобы их можно было Направлять куда-то Привезти, чтобы они Выполняли определенное задание Представляете, если ты там на войне У тебя конь Который тебя вообще не слушает Все Ты не воин вообще Это просто мучение Ты туда, он туда И все Тебя быстро убили И вот в этом вот Ну, смысл То, что Бог хочет Чтобы мы как бы Были причастниками Его Армии, да Его царства И были просто Управляемы Его мудростью Потому что написано Что Христос Голова церкви Он голова Понимаете Не Но Он так все сделал Что поставил людей Да И поэтому в Библии нам написано Что вся власть от Бога Где бы власть ни находилась Просто смысл власти Что это от Бога Поэтому Ну, смысл в том Что вот Например Вот И Вот это вот Слово Кротость Оно С греческого слова Не помню Что-то Проотес Проотес Оно переводится И я вот Раньше Я сейчас не нашел Этот момент Я раньше копался Копался Смотрел Как можно это перевести Еще Да Вот что это слово Может знать Что-то один Греческий историк Он применил Вот это слово Проотес Пытаясь описать Чувства Возникающие Между Воинами Долго Сражающимися Рука об руку В одном Отряде Понимаете Вот это кротость То есть Это Вот это вот Спокойствие Вот это вот Сила Вот это вот Сдержанность Да В том Что они уже Столько прошли Они уже Друг друга знают Они Они видели Как этот Под себя Ходил И Как этот Под себя Ходил Как этот Боялся Да И Как этот Был Смелый А теперь Он И так далее То есть Они все Это видели Они видели Как кто-то Там погибает Они просто Уже опытные У них есть понимание И Они понимают Что знаете Что вот В армии Что самое главное Для того Чтобы сражение Выигрывать Это вот Именно Действительно Дисциплина Солдат Которые Просто Четко Могут Выполнять Приказы Вместе Самый Большой Враг Вот этой Армии Да Самая Большая Проблема Это вот Хаос И Вот Подрыв Руководства Да Непослушание Когда Саботажи Там Вот эти вот Моменты Когда Может быть У тебя Есть более Какое-то Мудрое Решение Или Предложение Но Там Если ты Там Командир Говорит Одно Указание Да Побежим Туда Ты тут Начинаешь Не Нам лучше Не туда Нам лучше Сюда Потому что Это И Половина Побежала Туда Половина Побежала Туда И погибли Все Понимаете Из-за Вот этой Какой-то Мудрости Не Сдерживаться И так Далее Поэтому Ну Есть Человек Который Вот Видит Иногда Как Лучше Сделать Он Ты Видишь Как Ошибается Твой Руководитель Ты Видишь Как Ошибается Еще Кто-то Но Вот В этом И заключается Смысл Что Ты Не Подрываешь Авторитет Ты Не Вносишь Этот Хаос А Ты Просто Понимаешь Что Лучше Это Это Быть В Единстве Это Дороже Это Сильнее Это Главнее Это Мощнее Это Мы Как Церковь Уже Понимаете Или Нет Мы Начали Уже И Вы Можете По Вашей Вере Сами Считать Себя Причастниками Этого Понимаете И Вот Насколько Ты Сам Веришь Настолько Ты И Есть Причастник Этого И Никто Тебе Не Придет Ни Я Тебе Не Скажу Никто Ни Дух Святой Тебе Не Придет Не Скажет Тоже Верь Просто Имей Вот Это Желание Быть В Свете Быть Светом Быть Не Тьмою Быть В Свете Быть Светом Быть В Иисусе Христе Быть Вообще Ни Аминь Аминь Потому Что Потому Что Мы Не Должники Плоти Чтобы Жить По Плоти Давайте Еще Расскажем Мы Не Должники Плоти Чтобы Жить По Плоти Поэтому Вот Такие Пироги Давайте Я Еще Прочитаю Вам 17 Глава Евангелия От Иоанна Вы Уловили Что Сегодня Вообще Было Нет Да Имеющие Уши Заслышат Иметь Уши Еще Мало Надо Слышать Надо Слышать И Идет Война За Вас Идет Борьба За Вас Но Многие Как будто Что-то Не Хотят И Как будто Что-то Решают Как будто Что-то Думают Но Нет Выбора Вы Понимаете Что Я Хочу Сказать У Нас Нет Выбора Война Это Мы Не Выбирали Понимаете Идет Война Либо Если Ты Хочешь На Небо Хочешь Быть Богом То Ты Будешь Потому Что Это Был Народ Божий Это Были Евреи Все И Просто Хотели Подчинить И Просто Радоваться Что Мы Подчинили Тара 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 Они Готовы Были Жить С Ними Там Рядом Когда Народ Божий Жил С Филистимлянами В принципе Там Нормально Было В Каких То Моментах Ну Просто Считалось Что Они Рабы Когда Он Когда Надо Был Приходил И Брал Что Хотел У Человека Из Евреев Да И Просто Унижал Его И Просто Вот Это Вот Позиция Врага Который Просто Глумится Он Просто Надмивается Он Просто Имеет Власть И Все Давайте Откроем Евангелие От Ивана 17 Главу 17 Стих Давай Что Читаем Нет Только Глазно Освяти Истинное Твое Слово Твое Есть Истинное Как Ты Послал Меня Мир Так И Я Послал И Мир И За Них Я Поввещаю Себя Чтобы Они Были Освящены Истинно За Не Они Их Же Только Молю Но Я Верующих Меня Послал Их Да Будут Все Едино Как Ты Отче Во Мне И Я В Возлюбил Возлюбил Меня Отче Которых Ты Дал Мне Хочу Чтобы Там Где Я И Они Были Со Мною Давить Славу Мою Которую Ты Дал Мне Потому Никак Не Участвованы Поэтому Это Есть Пример Та Демонстрация Когда Иисус Посылает Своих Учеников Да Они Еще Не Бени 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 Букареку Но Они Хотят Уже Они Уже Учатся И Потом Когда Он Уходит Он Говорит Помните Продай Одежду И Купи Менч Поэтому Я Вам Тоже Сегодня Хочу Сказать Продайте Одежду И Купите Менч Хватит Думать Только О Этих Насущных Моменов Че Одеться Че Поесть Нам Нужно Слово Божие Для Того Чтобы Нам Противостать Этим Козням Дьявольским В день Злой Аминь Для того Чтоб И Просто Устоять Там Все Что Написано Противостоять День Злой И Устоять Все Устоял Победил Смотришь Враги Все Лежат А ты Продолжаешь А ты Идешь Поэтому Я Воздохновляю Давайте Вперед Аминь Аминь Давайте Какую Песню